Вот сейчас на амбулаторном лечении находится наша коллега Анна Кузьмина. Положительный тест на коронавирус ей пришел две недели назад. А накануне врачи диагностировали у нее пневмонию. Сейчас она лечится дома и сейчас она на прямой связи со студией. Аня, очень рада тебя видеть. Как ты себя чувствуешь? Есть температура? Ну, температура у меня поднималась после обеда. Она была 37, сейчас она немножко спала, держится на отметке 36,7. Но стоит сказать о хорошем, ко мне стало возвращаться. Обоняние, но это, конечно, не резко, что я все чувствую. А потихоньку я стала различать такие нотки кофе, какой-то еды. И я считаю, что это очень хорошо. То есть ты как-то тестируешь этот момент? Да, да. Но вот в комментариях в соцсетях зрители говорят, что ты вот все это время как-то слишком хорошо выглядишь для болезни. Как ты себя поддерживаешь? Потому что тот мэр, например, отжимается, чтобы легкие работали. Вот ты что делаешь? Мне, конечно, очень приятно читать такие комментарии. Но вот в моем случае я сплю. То есть если я захотела спать, я себе не ограничиваю. Я сплю. И вот после пробуждения, как обычно это бывает, у меня не болит голова. Я считаю, что это вот один из таких вот моих лекарств. Но вот в твое лечение входит что-то, кроме лекарств? Может быть, ты испробовала какие-то народные методы или что-то еще? Ну вот в интернете очень много есть роликов и советов, где нужно заниматься дыхательной гимнастикой. Я, конечно, пробовала. Но вот больше мне нравятся советы от моих знакомых, кто болеет коронавирусом, в том числе от Оли Тепляшиной. И вот она посоветовала петь. Я этим занимаюсь. Я не могу сказать, что мне, конечно, после этого становится легче. Но я понимаю все-таки, что внутри меня происходит, где мне хватает дыхания дотянуть. Ну и плюс это поднимает настроение. Ань, но вот твои близкие, они изолировались? У них есть какие-то симптомы? Ну вот, к счастью, до положительного теста я мало с кем общалась. И вот это число людей, если почувствовали недомогание, то они изолировались и сдали тест на коронавирус. Но вот удивительное состояние у моего молодого человека, мы же вместе. И вот за весь период моей изоляции у него не проявилось ни одного симптома. То есть у него нет кашля, нет температуры. Врачи обещали взять у него тест на восьмой день. Мне даже звонили, когда с центра эпидемиологии брали его контакты. Но вот, к сожалению, почему-то так и не позвонили, не предупредили ни о чем. Но тем не менее он остается со мной дома на изоляции, никуда не выходит. Вот ты говорила, что тебе звонили из центра эпидемиологии, спрашивали про контактных. Не знаешь, вот с ними связывались, брали ли, может быть, тест? Нет, вот ни с кем из тех, кого я перечислила, все-таки из центра эпидемиологии так и не созвонились. Ну и тест, соответственно, тоже не брали. Если они сами не обращались с симптомами. Аня, насколько я знаю, тебя сейчас завалили вопросами про ковид. Что ты вообще говоришь, что отвечаешь людям? Какие советы? Может быть, сейчас какой-то совет? Я стараюсь, конечно же, всем помочь, где-то поделиться каким-то контактом. И просто я понимаю, что такая вот эта информационная пустота, когда не у кого спросить, поэтому я с удовольствием помогаю. Но все же я всем людям напоминаю, что я не врач. И все-таки за лекарствами, за лечением нужно обращаться к ним. И все-таки за лекарствами.